Всех приветствую и вещает Роджер. Спустя менее чем месяца я вновь здесь. Поблагодарите того, кто держит меня в подвале и заставляет клепать новые ролики словно конвейер. Прошлую серию вы оценили очень хорошо, и я решил продолжать. Хочу поблагодарить вас за актив под моим постом с вопросами. На все я отвечу, но чуть позже. Обещаю, это будет очень скоро, не через 6 лет, и я не заброшу это. Сегодня мы в очередной раз углубимся во все основные новости за июнь. Они меня весьма удивили, поэтому я буду в этом ролике более эмоциональным. Но главные эмоции будут в декабре, благодаря охотникам и холопу. Ну ладно, опять заговорился. Готовьте попкорн и колу. Вы смотрите новости кино 3. Выходит новая часть серии Индиана Джонса с под заголовком «Колесо судьбы». Несмотря на то, что авторы обещали закончить историю на высокой ноте, критики отмечают, что этого у них не получилось. Посмотревшие особенно ругают слабый сценарий, который позволяет истории идти на достаточный риск, вместо этого слишком сильно полагаясь на бесполезный фан-сервис. На агрегаторе рецензии Rotten Tomatoes у ленты всего лишь 51% положительных отзывов, тогда как на Метакритике 52 из 100. Это самый низкооцененный проект франшизы, а самая главная проблема Индиана Джонса 5 – это слабый сценарий. Над сюжетом трудились 4 человека, но им не удалось воссоздать дох оригинальных картин. Пока что я фильм не планирую смотреть, ведь этот жанр мне не очень нравится. Просто живите с тем, что Индиана Джонс 5 – это худшая часть серии, даже хуже четвертой. Помню, на Человека-паука через вселенную я ходил в кино. Позже я его пересмотрел еще два раза, чтобы понять суть сюжета. Учитывая, что каждый кадр оттуда весьма необычный, я хотел лучше понять, как они сделали эту анимешную анимацию, от которой сложно откликнуть. Поэтому я переживал за впечатления от сиквелы, с делой все на том же уровне мало. Создателям нужно было каким-то способом нарастить эффекты и приемы. После первого просмотра «Паусины вселенных» нужно будет опять смотреть этот фильм, и дело не только в новой анимации. Продолжение напичканное разными отсылками. На каждую вселенную свой стиль рисовки, и нет опоры на комиксы и другие книги. Главное, когда финальные титры начнутся неожиданно резко, помните, что это всего лишь первая часть. Сцен после титров нет. Есть только название третьего фильма. «Человек-паук за гранью вселенных», который должен выйти 29 марта 2024 года. Продолжение можно назвать превосходящим оригиналом, что в наше время редкость. Однако не все так хорошо, как хотелось бы. Фильм «Подземелья дракона» и «Честь среди паров» окончательно признали кассовым провалом. Фэнтези по мотивам легендарной настолки собрал в мировом прокате лишь 208 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов, без учета рекламных затрат. Однако фильм позитивно оценили критики, да и мне он вполне зашел за юмор, виды и оригинальность. Но не все поселенное, ведь фильм вполне может стать удачным на стриминге, и возможно тогда будет и продолжение, как это было с Жаном Уиким 4. Совсем недавно вышло новое говно от армяно-русских недушатников КТВ под названием «Непосредственно Каха. Другой фильм». Я даже не знаю, что сказать, это абсолютное днище. Ну то есть буквально, это один из худших фильмов, что я видел когда-либо в своей жизни. Как и в первом фильме, Каха это воплощение мерзости, а Серго это тряпка полная. Сюжет это просто такой кошмар, что я даже не знаю, какими словами его описать. Однако есть и плюсы. Первое, это ты начинаешь задумываться над тем, правильно ли ты живешь и куда вообще в целом твоя жизнь катится. И второй плюс, ты начинаешь больше заценить другие фильмы. Прошу вас, не идите на это в кино. Главные герои это просто конченые существа. Я еще никогда так сильно не хотел смерти главных героев. А если вашим друзьям или знакомым этот фильм понравился, то советую пересмотреть ваши отношения. Уилл Смит и Мартин. Лоуренс официально возвращаются в роли детективов Майкла Лоури и Маркуса Бернетта в Плохих парнях 4. Актриса Рэй Сихорн на днях присоединилась к касту четвертой части Плохих парней. Работа над этой картиной началась в 2020 году, сразу после выхода в прокат успешного третьего фильма. Сценарий был написан в 2022 году, однако производство было на некоторое время заморожено из-за якобы неподобающего поведения Уилла Смита на премии «Оскар» в прошлом году. Работа над картиной была продолжена в начале 2023 года. По данным Murphys Multiverse, Плохие парни 4 официально называются Плохие парни, поездка или смерть. Накануне стали появляться первые лицензии на фильм «Трансформеры. Восхождение сбероботов». На метакритике средний балл фильма составляет 41 из 100. Это очень низкий балл даже по меркам франшизы «Трансформеры», который с каждой частью становится все менее похожи на интересное кино. Хотя механические существа в этом фильме не одиноки, им на пятки уже наступает серия «Форсаж». Пока оценки седьмой части можно назвать смешанными. Например, на томатах он имеет 57 из 100. Для начала поговорим про то, что хвалят в этом фильме. Чрезвычайно увлекательный летний блокбастер. Отличная озвучка. Правда, внимания он уделяет лишь паре персонажей, а ощущения на просмотре делятся едва ли. В IGN также считают, что трансформеры идут в правильном направлении и будут дальше разбиваться. Недовольный из The Guardian и Movie Nation, напротив, обращают внимание на слабые попытки хоть как-то удержать франшизу на плаву, заодно поддержав индустрию коллекционирования игрушек. Широкий прокат. Фильм выйдет 9 июня. Ну а на этом всё. Ролик окончен и те, кто его посмотрел полностью, вам большое спасибо. Именно вы являетесь главной силой к моей работе. Сразу после новостей Кино 4 я выпущу ролик с вопросами, который вы все так долго ждали. Всем спасибо, ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся на мой канал. Скоро обязательно увидимся. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok